Архитектор Казахстана сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Наши корреспонденты совершили экскурс в истории, вспомнили, какие градостроительные изменения претерпел наш мегаполис и нынешняя столица. Что диктует время и как не потерять свой стиль в материале моих коллег. Архитектура Алматы во все времена развивалась довольно стремительно. Вернинские постройки сменялись советским стилем в 70-х, 80-х. Затем пришла мода на высотки. В последние годы их количество возросло в сотни раз, но теперь высокие здания возводят с использованием современных технологий. Несмотря на все перемены, наш мегаполис всегда считался образцом для подражания в архитектуре для других регионов. Город Алматы в советское время считался меккой архитектурного строительства, потому что он выделялся своими яблоневыми садами и красивыми сооружениями. А сейчас, на фоне развития рыночной экономики, город Алматы, без сомнений, еще больше расцветает и соответствует всем требованиям современности. Тяга к возведению величественных зданий местными архитекторами была всегда. Все-таки столица Казахской ССР. До 1978 года самым высоким архитектурным строением считался Вознесенский кафедральный собор. Его высота составляла 44 метра. Еще раньше, в 20-е и 30-е годы, были заложены фундаменты Дома правительства, Дома связи и Дома управления строительной дороги. А на сегодняшний день самыми высотными строительными объектами считаются Исентай Тауэрс, Нурлатау и гостиница «Казахстан». Кстати, главную достопримечательность прошлых десятилетий строили с самыми высокими требованиями к сейсмостойкости. В Алма-Ате, 9-ти балльной зоне, какое новое конструктивное решение мы испытывали. То есть, не то, что там расчеты по нормам, а уже тут результат непосредственно эксперимента, который потом мы включали нормой. После застройки Астаны, которая удивила мир темпами возведения и дизайном, наша страна вошла в рейтинг государств с самыми креативными современными зданиями в СНГ. А после проведения Экспо эксперты ожидают, что шансы приблизиться к лидерам в сфере строительства возрастут в разы. Объекты, которые будут строиться на Экспо-2017, должны стать символом Астаны. В строительстве этих объектов должны использоваться самые лучшие строительные технологии и нанотехнологии. В итоге для строительства будут использованы экологически чистое производство. На сегодняшний день архитектура городов может многое рассказать о положении страны, её экономическом развитии, взглядах жителей, устремлениях. Наш город с лёгкой руки мастеров-проектировщиков воплотил в себя былую славу столицы и последние тенденции современного мира.